Вот посмотрите, что-то есть. Вообще просто жесть. История с безымянным водопадом в СНТ Павловская получила продолжение. Впрочем, его она получает с каждым новым ливнем. Как только дождь, холм напоминает не агару. Вот прям под этой калиткой течет к ним сюда, потом переходит на этот участок и течет к нам, к соседям. Следующие соседи, вот соседи, следующие, и все стоит рыжей водой. А там сверху на холме, словно насмехаясь над дачниками, стоят два завода. Ближе к краю – Евраз Металл Инпром. Чуть подальше – Рязанский кирпичный завод. Но рыжая вода стекает только первый год. Ну вот, в общем-то, гора вон там вдалеке. И откуда-то с нее течет эта струя. Течет-течет вдоль забора и утекает к нам. Это гора, как утверждают местные, глина. Источные воды, говорят, в рыжий цвет окрашивает именно она. Пытались возмущаться и по этому поводу. Получили ответ, цитата. Глина, окрашивающая источные воды, безвредна. Видимо, бороться жителям нужно только с потопами. Был в этом году такой случай, что мы не могли даже выйти из дома. Пришлось вызывать МЧС. Просто вода даже в доме была у нас. Вот МЧС. Приезжали, качали воду два дня. Ну, чтобы мы хоть выйти смогли. А с дождевой водой проблема у дачников, можно сказать, вечная. Расположены участки в естественной низине. Перепад около 10 метров. Вот и льется. И все это время письма от дачников летели во все инстанции. Министерство природопользования, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и другие. Заводу Евразу, префектура наша написала предписание. Есть письмо. Они написали предписание о том, что устраните, пожалуйста, проблему. Евраз проблему не устранил. И префектура эту трубу просто глиной забила. У Евраза начало топить территорию. Они сделали еще один пробой. И эта вода все равно идет к нам. Напомним, в официальных ответах от городских ведомств значилось, что в потопе виноваты как заводы, у которых отсутствует или загрязнена система водоотведения, так и сами дачники. Дескать, сами они дренажную систему и засыпали. Мы отправили свой запрос. Тут, на мой взгляд, единственный выход – это на территории СНТ Павловской провести работы по организации водоотвода в поверхностном виде. Это какой-то дренажной траншеи. Земля эта передана в пользование СНТ Павловской, и поэтому этот вопрос находится в компетенции правления товариществом. Это территория СНТ, земля передана товариществу под садоводничество и огородничество, поэтому город бюджетными средствами здесь не может помочь. Но и здесь есть нюанс для самих дачников. В самом СНТ Павловская около 900 участков. И только пару десятков расположены в этой естественной низине. Остальные – дальше и выше. И проблема залитых участков их, мол, не касается. Поэтому деньгами они вряд ли помогут, сетует председатель СНТ. Дренажная система, по его грубым подсчетам, обойдется в полмиллиона рублей. И это без проекта. Сейчас Роспотребнадзор подали жалобу. Возможно, получится, то есть они, возможно, возьмутся судиться за нас. От лица определенного круга лиц. А пока местные жители, которых во всем обвиняют, с этим круговоротом воды борются как могут. Откачивают ее на свои собственные средства и ждут решения суда.